Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Сегодня я для вас подготовила очередной внезапный домик, который совершенно случайно увидела на просторах инстаграма. Честно говоря, я уже сбилась со счета, сколько раз я начинала ролики по постройкам с этой фразы. Ну вот, например, сегодняшний домик я бы отнесла к рубрике «Вынос мозга строителю в игре Sims 4». И сейчас я вам расскажу, как вот этот маленький домик самую малость мне вынес мозг. Так что, друзья мои, устраивайтесь поудобнее, если вы что-то кушаете или пьете, приятного вам аппетита. Ну а я начну с того, что я листала ленту инстаграма и совершенно случайно увидела одно очень красивое фото. Это была фотография этого домика. Причем, скорее всего, она была сделана осенью, потому что вокруг этого дома был туман. Фотография была очень классная, она мне очень понравилась. И я сразу же решила, что нужно что-то подобное попробовать построить. Затем я решила перейти на аккаунт, где была выложена это фото, и увидела, что есть еще много других фотографий этого домика, и решила, почему бы не попробовать построить именно этот домик. Но потом появилась одна проблемка. Как вы понимаете, плана не было. То есть были фотографии внутри, фотографии снаружи, а вот плана хоть какого-то, хоть примерного не было. Ну, я решила, что, мол, какие могут быть проблемы, домик вроде бы маленький, есть только небольшая кухня-гостиная-столовая, есть спальня и есть ванная комната. Ну, какие могут быть трудности? Я решила сразу же зайти в игру 74, и первое, с чем я столкнулась, первая проблема, это, конечно же, место, где строить этот домик. Учитывая, что, в принципе, я постаралась передать расположение этого домика, какое оно было на фотографии, то есть этот домик, получается, как будто бы был на холме. Я решила, что нужно взять какой-то, знаете, участок побольше, ну и понятное дело, что первое, что мне пришло в голову, это огромный участок возле горы Камареби. Почему-то другие участки, ну вот не знаю, не смотрелись. Учитывая, что здесь я немного поиграла с ландшафтом, вы знаете, какие у меня вечно трудности с ландшафтом, знаете, вот самые большие трудности с ландшафтом? Уже плевать, размещение, в принципе, нет никаких проблем, я даже, кстати, придумала еще, как можно будет разместить один двух- или трехэтажный домик, у которого один этаж, помните, мы с вами строили, по-моему, на стриме один этаж, такой, как будто бы в холме находится. Я уже придумала, как можно будет это реализовать, ну да ладно, сейчас не об этом, сейчас мы с вами возвращаемся к этому домику. В общем, никаких трудностей, в принципе, быть не должно было, но понятное дело, что в ландшафте есть одна большая трудность, это левитирующие предметы, которые находятся на вот этом вот ландшафте. Потому что, блин, половина деревьев у меня в итоге левитирует, мне приходилось их как-то закрывать, поэтому, ребят, никому не говорите, что они левитируют. Так вот, возвращаемся к домику. В общем, я решила прикинуть, как же вообще его стоит разместить, потому что по некоторым фотографиям у меня в голове вырисовывался один план, по другим фотографиям у меня в голове вырисовывался другой план, ну и в итоге в 74 у меня получился третий план. Хотя мне кажется, что тот план, который я в итоге нарисовала, в принципе, более-менее схож с тем, что есть на самом деле. Правда, конечно же, я тут все-таки немножечко увеличила ванную комнату, там, мне кажется, она чуточку была поменьше. Но в целом я постаралась именно передать план этого домика, каким, в принципе, он должен быть. Ну и, конечно же, еще одна проблема, с которой я столкнулась. У этого домика было обалденное окно, вот в этой вот спальне. К сожалению, у нас больших полукруглых окон нет. Я почему-то думала, что у нас в кошках и собаках окно большое, вот это полукруглое. Нифига, оно не полукруглое, ну, точнее, как оно полукруглое, но оно не большое. Поэтому это было, знаете, первое расстройство. То есть ты примерно себе прикидываешь эту схему в голове, и затем, когда ты начинаешь ее реализовывать, и ты такой, блин, ну как же, ну я же ее так видела, ну почему, ну игра, за что? Нет, конечно, можно было найти что-то из допов, но вот мне этот домик хотелось строить без допов. Поэтому у нас тут окна вот такие. Также сразу хочу сказать, в этом доме двери и окна были черные. Я почему-то увидела в этом домике окна и двери от кошек и собак. Ну не в смысле от кошек и собак, а из дополнения кошки и собаки. И на стороне от черных дверей и окон есть темно-коричневые. Ладно, мне пришлось скрестить пальцы, скрепить зубы и поставить темно-коричневые. Поэтому, ребят, сори, но у нас тут темно-коричневые окна. Внутри я тоже постаралась, конечно, передать все, как было. Вот, кстати, здесь у них возле окошка как раз находились стульчики не возле тумбы, а возле, ну, скорее всего, это такая вот, знаете, навесная столешница. Ее очень легко можно разместить. То есть, если вы берете обычные столешницы, туда приставляете вот эти стульчики, потом вы их уменьшаете и передвигаете туда, куда вам захочется. И симы сядут. Они будут думать, что они сидят за столешницами, ну, вот теми вот тумбочками. А на самом деле они сидят там возле полочки или еще возле чего-то. Так что обязательно попробуйте. Плюс вот эти вот столешницы маленькие, которые остаются, вы можете прикрыть там ящиками, коробками. Я когда-то давным-давно уже использовала этот способ, но у меня не перекрывались никак вот эти вот тумбы. А потом где-то на просторах, по-моему, ТикТока я увидела, что действительно можно же их перекрыть. Ребят, ваш капитан очевидность. Так что получается очень даже здорово. Меня, конечно, один момент смутил. У нас тут нет камина. Я вот сейчас смотрю на вот этот вот столик с телевизором. В принципе, там можно было камин разместить, но мне всегда почему-то в этих домиках хочется разместить камин. Еще, конечно, одна проблема при размещении возле горы Камареби. Тут вечный снег. И я ничего не видела, когда я размещала этот домик. То есть пришлось эту схему набрасывать, ну, в темноте полнейшую, потому что, ну, ничего не было видно. Белый снег, белые вот эти клеточки. И ты такой, как же это все разместить? Поэтому, ребят, приходится это все размещать ночью. Еще один момент, конечно, я тут добавила вот такой вот столик. Понимаете, в чем проблема вообще в Sims 4? Здесь нельзя разместить полстеночки. Тут нужно обязательно размещать стеночку на целый квадратик. И вот я бы, честно говоря, вот тут чуть-чуть бы поменьше стеночку использовала. В принципе, можно было бы так сделать, но потом бы у меня ничего не поместилось бы с другой стороны. Поэтому тут мне пришлось немножечко поимпровизировать. Но в целом, знаете, мне понравился домик. Да, я понимаю, что этот дом возникает... Ну, сразу первая ассоциация с этим домом. Этот дом вызывает ассоциацию с Новым Годом. Но, в принципе, ничего удивительного. Я сразу скажу, эту постройку записываю не во время Нового Года. И даже не зимой. Будет очень смешно, если в итоге этот ролик я там оставлю на какое-то время, потом про него вспомню, выложу. Допустим, будет сейчас декабрь, а Даша такая, нет, сейчас не Новый Год, сейчас не зима. А люди смотрят такие, думают, подожди, Даша, как это сейчас зима? Ну, в общем, в любом случае, я строю его не зимой. Но вот, знаете, когда я его достроила и устроила сама себе экскурсию, ну, пока себя не порадуешь, никого же не порадуешь. Знаете, у меня сразу появилось вот стойкое желание увидеть елочку, увидеть подарки. Вот, знаете, захотелось сразу Нового Года. Я вообще очень люблю вот эту локацию в плане ассоциации, какой ассоциации, атмосферы. Вот сразу возникает ассоциация с Новым Годом, хочется какую-то елочку поставить, подарки, сидеть у камина, да, Даша говорит про камина, сама камин не добавила. Ну, как вы понимаете, можно было добавить камин, там он бы вполне себе влез. Так что, если вдруг вы будете строить этот домик, то попробуйте добавить камин. Я думаю, что в самом начале все увидели схему этого домика, она очень простая. Нужно было просто до нее допереть, потому что под разными углами я видела разные планы этого дома. Где-то мне казалось, спальня сильно выступает, где-то мне казалось, что она вообще не выступает, а где-то мне казалось, что это вообще какая-то другая комната. И это был такой полный вынос мозга, я потратила два дня в игре Sims 4, пока я это все крутила-крутила, крутила-крутила-крутила, переделывала. То есть, вы-то видите сейчас маленький ролик, а я выносила себе мозг. То есть, опять-таки, понимаете, маленькая построечка. Но вот она мне вот уперлась в голову и такая, знаете, вот сидит и бравит тебе голову и говорит, да, построй меня, построй меня, я тебе понравлюсь. Вот поэтому я решила, что нужно обязательно ее построить. Причем у меня отложено очень много различных еще построек. Так что, ребята, обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны, потому что увидите очень много всякого интересного. И, кстати, самое интересное, что именно в этой постройке мне почему-то захотелось использовать достаточно теплый свет. Я обычно использую либо нейтральный, либо холодный, ну, в плане освещения в самом домике. Ну, а тут мне почему-то вот захотелось именно теплый. Я, в принципе, люблю теплое освещение. Думаю, что уже многие поняли, когда смотрели мои экскурсии по домику. Потому что, ну, вот как-то, знаете, теплое такое вот красноватое освещение в таких вот постройках у меня всегда вызывает ассоциацию с каким-то уютом, теплом, чем-то таким домашним. Поэтому я решила, что здесь оно должно еще как-то немножко усилиться за счет вот этого теплого освещения. Ну, тут я, конечно же, добавила вот это круглое окно. Тут должна была быть половинка окна, а не круглая половиночка. И так как я решила поиграть с ландшафтом, я решила, ну, добавить разные елочки. Будем считать, что домик, в принципе, ну, типа в лесу. Добавила замерзшее озеро. И решила по бокам, я добавила несколько скамеек, добавила столики, стульчики. И я добавила несколько... Несколько... Вот, понимаете, вылетело слово. Палаток. Может быть, этот домик, ну, кому-то там принадлежит, кто-то сюда приезжает. А, допустим, вокруг раз лес и озеро. Это, может быть, иногда приезжает с палатками, там, не знаю, может быть, местные жители из этого городка. Они выезжают из города и приезжают вот сюда, чтобы немного отдохнуть. И вот видите, вот эти вот левитирующие камни. Ладно, здесь они не левитируют. Но все остальные вот эти вот скалы, они левитировали. Мне очень захотелось, вот прям вот сильно захотелось прикрыть часть вот этих вот... Как вы там называетесь? Как она называется? Это же у нас фундамент, да? Часть вот этих вот... Ребят, вылетело слово из головы. Вот был бы сейчас стрим, вы бы мне подсказали. А тут... Ну, это не пиларыш, нет? Нет. В общем, я думаю, вы мне уже в комментариях написали, как называется. Короче, столбики фундаментные. Но я понимаю, что мне и нравится, и не нравится наличие камня. Поэтому я потом в итоге его решила убрать. Итак, мы отправляемся на экскурсию. Ребята, мне так здесь нравится. Я люблю снег в 74. Я обожаю. Вон, кстати, я вам показала, локация, где можно посидеть, пожарить какой-нибудь гриль. А вон там голубенькая палаточка выглядывает и несколько стульчиков. А еще холодильник. Итак, мы с вами поднимаемся на самый верх и заходим в этот домик. Даже заходим. Не на стулья смотрим, а заходим. И тадам! Вот такой у меня получился домик. У нас тут маленькая кухонька. Есть вот такой вот шкафчик. Может быть, там какой-то инструментарий хранится. Кухонька действительно небольшая, но с другой стороны, что готовить, в принципе, можно здесь что угодно. Вот так вот выглядит вот это вот местечко, где можно покушать. Можно поработать за ноутбуком. Здесь у нас еще столики решила добавить. Есть телевизор достаточно большой. С этой стороны у нас ванная комната. Видите, у меня уже... Слышите, у меня уже голос садится. Здесь у нас ванная комната. Всякие причиндалы для ванной комнаты, понятное дело. Что всякие порошки, стиральные и прочее. Ну, а дальше мы с вами проходим, попадаем в спальню. В спальню я думала использовать другую кровать. Сначала я думала взять из загородной жизни, но она не особо сюда вписалась. Честно вам скажу. Очень долго крутила кровать. И, наверное, с кроватями была самая большая проблема. Но в итоге мне понравилось то, что я выбрала из кошек и собак. Ну, а здесь у нас озеро. То есть вы выходите на улицу и видите вот такой вот шикарный вид. Да, есть шезлонги, потому что, допустим, летом тут тепло и можно просто полежать и немного позагорать. Ну что, ребят, я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Я надеюсь, что вам понравилась эта постройка. Ну, и я надеюсь, что, может быть, она вас вдохновит на что-то интересное. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok